Вопросы, на который я не нашла ответа в наших отечественных рекомендациях, он достаточно глубоко отражен в международных рекомендациях. Многие аспекты влияния на макрокосмос организма, возможно, мы их обсудим в других лекциях. Но прежде всего, основные слова, которые я помнила, готовлюсь к данной лекции, то, что в последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно, созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия штука важная, она не решает всех проблем. Не только химиотерапия, но и системная терапия не решает всех проблем. И вот тот потрясающий анализ за 80-летний период времени показал, что впервые отмечено долгосрочное снижение смертности при четырех социально значимых локализациях, таких как рак легкого, колоректальный рак. Но самое важное, что посмотрите, одногодичное снижение смертности от меланомы у мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет возросло с 1% до 7%. То есть наши пациенты стали жить дольше. Но самое важное, то, как мы можем максимально эффективно лечить пациентов старшего возрастной группы, а это основной профиль наших онкологических пациентов. И хотелось бы сказать, что на организм пожилого человека влияет и сопутствующая патология, и онкологическое заболевание, и самое важное, гириартрический статус. Биологический возраст у каждого из нас разных. И вот то ошибочное представление, которое в ряде случаев влияет на выбор нашей тактики, что да, есть снижение резервов костного мозга, снижение функций почек, наличие гириартрических синдромов, это, возможно, приведет к риску ранних послеоперационных осложнений. Время нахождения в стационаре, токсическое действие химиопрепаратов, редукция доз препаратов, сокращение курсов лучевой терапии. А так ли это? Жизненно необходимая коррекция гириартрических синдромов. Лучевая терапия, посмотрите, да, рекомендуется применение более точных, прецизионных, инновационных методов лучевой терапии. Не следует снижать дозу на основании хронологического возраста. Проведение палеотивной лучевой терапии с целью улучшения качества жизни, да, оно может быть, но химио-лучевая терапия – альтернатива обширному хирургическому вмешательству. Обязательно участие мультидисциплинарного команды, о которой сегодня Рашидов Ахидовна говорила. Проведение очень важной нутритивной поддержки, которая, как выяснилось, не только показана с целью нутритивного питания, она влияет на метаболизм и улучшает результаты лечения, влияя благоприятно на общую безрецидивную выживаемость. Химиотерапия. Показания для лечения больных пожилого возраста аналогичны показаниям для пациентов молодого возраста. Необходим тщательный мониторинг токсичности. Комплексная гириартрическая оценка помогает прогнозировать риск возможных осложнений сопроводительной терапии. Если посмотреть на вот это достаточно, это много таких исследований, если просто задуматься, то тем пациентам старшего возрастной группы, у которых проводилась адювантная терапия, то значимо улучшались результаты и общей выживаемости, и безрецидивной выживаемости. Пациенты старшего возрастной группы хорошо переносят ряд химиотерапевтических препаратов. Таргетная терапия по рекомендациям ЭСМО, начиная с 2015 года, да, написано в целом, таргетная терапия для данной категории больных менее токсична. Необходимо учитывать сопутствующую патологию, да, ингибиторы ангиогенеза могут вызывать различные патологии свертывающей системы, влиять на сердечно-сосудистые осложнения. Ингибиторы триозинкиназа обладают более высокой частотой сердечной недостаточности. Необходим мониторинг осложнений. Да, например, для флиберцепта в регистрационном удостоверении есть свои особенности, что пациенты старше 65 лет, у них повышается риск развития различных осложнений. Гефетинип у пациентов старше 55 лет повышен риск развития интерстициального поражения легких. Но опять-таки, если посмотреть, я не стала сейчас в связи с недостаточностью времени показывать все клинические исследования, но оказалось, для большинства химиотерапевтических препаратов, таргетных препаратов, моноклональных антител, малых молекул, иммуно-онкологических препаратов, если подмажать отношение риска в хаз-рэче, то оказывается, что снижение риска наблюдается именно в старшей возрастной группе. И вот, например, достаточно показательное исследование выживаемости без прогрессирования в группе пожилых пациентов при применении комбинации тростозумаба-пертозумаба увеличивается в старшей возрастной группе с 11 месяцев до 21,6 месяцев. С чем это связано? Может быть, это в старшей возрастной группе так меняется особенность иммунотерапии. А если в целом говорить о воздействии иммунотерапии на данную категорию больных, то возраст не влияет на профиль токсичности иммунотерапии. Необходимо учитывать, да, сопутствующие патологии при назначении высоких доз стероидов для коррекции нежелательных явлений. Иммунотерапия улучшает общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования в этой группе в том числе. Не рекомендуется коррекция доз для пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью или легкой печеночной недостаточностью. Не выявлено взаимодействие иммунотерапии с другими препаратами. И вот та работа, которая сейчас проводится в нашем центре, и она нашла отражение в том числе в исследованиях, которые были представлены на АСКО. И мы наш проект представили на АСКО, он был опубликован. Вот необходима комплексная гериартрическая оценка, которая включает всеобъемлющую междисциплинарную оценку состояния физического, психического здоровья, социальных отношений, удовлетворенности, качества жизни. Как следует использовать гериартрическую оценку для определения тактики ведения пожилых онкологических пациентов? Что это нам дает? Позволяет разработать комплексный индивидуальный план лечения, прогнозировать токсичность химиотерапии, осложнения в процессе лечения и раннюю смертность. Осуществлять отбор для пациентов на специализированное лечение. Помогает принять решение относительно модификации лечения. Коррекция гериартрических синдромов способна расширить показания к специализированному лечению больных пожилого и старческого возраста. Те опросники, которые должны использоваться для анализа данной категории больных, это опросник по оценке активности повседневной жизни, шкала повседневной инструментальной активности, краткая шкала оценки питания, краткая шкала психического статуса. Посмотрите, наши пациенты в зависимости от возраста, всем рекомендуется написать время, соответственно, без 15,3. И в зависимости от возраста, как наши пациенты изображают. Это тест на рисование часов, который может показать именно тот хронологический возраст, как один из критериев оценки хронологического возраста. Гериартрическая шкала оценки депрессии тоже достаточно важна для этой категории больных. Но вот тот предварительный анализ, который мы провели, то при использовании всех данных опросников, если посмотреть больных пожилого возраста и среднего возраста, то они не имеют статистически значимых отклонений. И вот здесь, в этих рекомендациях я не нашла, я бы очень хотела, чтобы было отражено мнение нашего российского общества клинических онкологов. Потому что сам по себе именно биологический возраст не должен оказывать влияние на тактику ведения онкологических больных. Всем пациентам старше 60 лет показано проведение комплексной гериартрической оценки. Хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия увеличивают и общую, и безрецидивную выживаемость у пациентов старшей возрастной группы. И залог успешного лечения пожилого онкологического больного включает междисциплинарный подход к выбору лечебной тактики, индивилизации лечения, участия окружения пациента. Влия на микрокосмос, мы не должны забывать о макрокосмосе организма. А в целом, конечно же, будущие стратегии развития системного лечения опухоли, они учитывают и возможности комбинирования иммунотерапии с различными аспектами химиотерапии, таргетной терапии, лучевой терапии. Да, мы должны подбирать пациентов с учетом биомаркеров, у которых достаточно много вопросов. Визуализация данной самой биосистемы организма и дизайн клинических исследований. И, конечно, действительно, химиотерапия, системная терапия не решает всех проблем, и дело учителя живет в его учениках, в наших учениках. Я благодарю всех участников сегодняшней замечательной сессии.